Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с составными задачами. Мы научимся решать задачи, состоящие из простых задач, на увеличение числа на несколько единиц и на нахождение суммы, чтобы хорошо решать задачи, нужно уметь выполнять действия с числами. Посмотрели, пожалуйста, на числа, данные на экране. Чем различается верхняя строка от второй строки? Правильно, в верхней строке написаны только однозначные числа, во второй строке двузначные числа. Назовите мне самое наименьшее однозначное число – это 1. Назовите самое наибольшее однозначное число – это 9. Назовите мне четные числа в первой строке – 2, 4, 6 и 8. На второй строке написаны двузначные числа. Назовите мне наименьшее двузначное число – это 10. Назовите наибольшее двузначное число до 20 – это 20. Из каких разрядов состоит число 14? Из одного десятка и четырех единиц. Назовите мне нечетные числа во второй строчке. Это 11, 13, 15, 17 и 19. Посмотрите на примеры и назовите мне пример, который имеет в ответе десяток. Это 15 минус 5 равно 10. Найдите мне пример, где в ответе будет однозначное число. Это 9 минус 3 будет 6, 17 минус 10 будет 7, 16 минус 10 получится 6. Назовите мне пример, где в ответе будет состоять из одного десятка и восьми единиц. Это пример 10 плюс 8 равно 18. Найдите мне пример, где вычитание равняется единице. Это 14 минус 1 равно 13. Давайте решим все остальные примеры. К 18 прибавить 1 – получаем 19. К 2 прибавить 10 – получим 12. А от 12 вычесть 0 – получаем 12. Решим задачи. Катя нашла 6 грибов, а Ваня 4 гриба. Сколько грибов нашли дети? Число 6 обозначает количество грибов, которые нашла Катя. Число 4 обозначает количество грибов, которые нашел Ваня. Чтобы узнать, сколько всего дети нашли грибов, мы используем действие сложения. К 6 прибавляем 4 и 10 грибов нашли дети. Ребята, нужно изменить вопрос задачи так, чтобы эта задача решалась действием вычитания. На сколько грибов Катя нашла больше, чем Ваня? Для этого мы от 6 отнимем 4 и получим на 2 гриба больше Катя нашла, чем Ваня. Решим следующую задачу. Девочки посадили 8 деревьев, а мальчики на 2 дерева больше. Сколько деревьев посадили мальчики? Нам известно, что мальчики посадили на 2 дерева больше. Эту задачу мы будем решать действием сложения. К 8 добавим 2 и получим 10. Мальчики посадили 10 деревьев. Ребята, внесите изменения в условии задачи так, чтобы она решалась действием вычитания. Девочки посадили 8 деревьев, а мальчики на 2 дерева меньше. Сколько деревьев посадили мальчики? На 2 дерева меньше, это значит столько же 8, но без 2. Поэтому задачу с таким условием будем решать действием вычитания. От 8 отнимем 2 и получаем 6 деревьев. Мы с вами знаем, что задача состоит из условия, вопроса, решения и ответа. Сегодня мы с вами подробно остановимся на составной задаче. Перед вами, ребята, 2 задачи. Прочитайте внимательно и скажите, что общего в этих задачах. Правильно. На первой проволоке 7 шариков. Это сказано и в первой, и во второй задаче. Далее условия и вопрос совсем разные. Попробуйте сейчас из двух задач составить одну задачу с двумя вопросами. Итак, что же мы получаем? На первой проволоке 7 шариков, на второй на 3 шарика больше. Сколько всего шариков на 2 проволоках? Сколько шариков на второй проволоке? Скажите, можно сразу ответить на поставленный вопрос, сколько всего шариков на 2 проволоках? Нет. Почему? Потому что мы не знаем, сколько шариков на 2 проволоке. Значит, второй вопрос – это вспомогательный, мы его называем вопрос-помощник, он нам помогает. Что же нужно сначала узнать, чтобы ответить на главный вопрос задачи? Сможем мы узнать, сколько шариков на второй проволоке? Да, сможем. Как? Мы к 7 прибавим 3. Почему мы прибавляем? Потому что сказано на 3 шарика больше. Итак, мы узнали, что на второй проволоке у нас 10 шариков. Но у нас есть главный вопрос задачи – сколько всего шариков на двух проволоках? Итак, мы знаем, что на первой проволоке 7 шариков, на второй мы нашли 10 шариков. И чтобы узнать, сколько всего шариков вместе, мы должны к 7 добавлять 10. И получаем 17 шариков всего. Так оформляется решение составной задачи. Ответ – 17 шариков всего. Мы с вами дальше узнаем, чем отличается простая задача от составной. Задачи, для решения которых нужно выполнить только одно действие, называют простыми. Если в решении больше одного действия, задача – это составная. Чтобы правильно решить задачу, нужно внимательно прочитать текст задачи. Определить, сколько событий происходит. Если событий не одно, а два, и вопрос задачи относится ко второму событию, значит, решить задачу надо двумя действиями. Такая задача называется составной. Мы с вами поупражняемся в решении составной задачи. На странице 62 в вашем учебнике под номером 2 есть задача. В одном ящике 8 килограммов яблок, а в другом на 2 килограмма больше. Сколько всего килограммов яблок в этих ящиках? Для того, чтобы записать краткое условие задачи, мы выделяем главные слова. Итак, 8 килограммов – это в одном ящике. Цифру 1 мы обозначаем римской цифрой. На 2 килограмма больше – это в другом ящике. Цифру 2 мы обозначаем римской цифрой 2. Для того, чтобы в условии показать, сколько всего яблок в первом и втором ящике, мы фигурной скобочкой объединяем первый и второй ящик и ставим знак вопроса. Сможем ли мы сразу ответить на главный вопрос задачи – сколько всего килограммов яблок в этих ящиках? Нет. Нам неизвестно, сколько килограммов яблок во втором ящике. А мы сможем узнать? Да, сможем. Как мы узнаем? Для этого мы к 8 прибавим 2, потому что сказано на 2 килограмма больше. Итак, мы узнали, что в другом ящике 10 килограммов яблок. Чтобы узнать, сколько всего килограммов яблок в первом и во втором ящике, мы должны 8 килограммов сложить с килограммами, которые находятся во втором ящике. И получаем 18 килограммов яблок в двух ящиках. Итак, ребята, давайте с вами вспомним, что мы изучали. Мы с вами познакомились с составной задачей. Чем простая задача отличается от составной? Простой задачей мы можем сразу ответить на главный вопрос задачи. И такая задача решается одним действием. В составной задаче мы можем выделить несколько простых задач. И такая задача будет решаться двумя или более действиями. Дома, ребята, я вам рекомендую составить план и решить задачу про книги, которые у вас находятся в учебнике на странице 62. Наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, ребята. Наконец-то начать день. Первым делом гоним лень. На уроке не зевать, а работать и читать. На уроке будь старательным, будь спокойным и внимательным. На прошлых уроках литературного чтения вы знакомились с фольклорными жанрами устного народного творчества. А что же такое устное народное творчество? Давайте вспомним. Итак, устное народное творчество – это все то, что люди передавали из уст в уста на протяжении веков. Назовем те жанры, которые вы уже знаете. Отгадайте, о каких литературных жанрах идет речь. Там есть волшебные предметы, превращения. Конечно же, ребята, вы догадались, это сказки. Этот жанр дает описание предмету для разгадки. Ну, конечно же, это загадки. Мама поет детям на ночь что? Колыбельные песни. Сегодня на уроке литературного чтения мы с вами познакомимся с новыми жанрами устного народного творчества. Это потешки и небылицы. Откройте учебники на странице 45. Ребята, как вы думаете, что это за произведение? Это потешки. Ребята, а что же такое потешки? Давайте выясним. Итак, потешка – это жанр устного народного творчества, которое развлекает и развивает малыша. Она учит маленького ребенка понимать человеческую речь, выполнять различные движения, которыми руководит слово. Слово в потешке неразрывно связано с жестом. Оно является главным и ведет за собой жест. Веками потешки помогали родителям развивать и воспитывать детей. Потешка может ободрить, утешить, развеселить практически в любой ситуации. Вспомните или спросите у своих родителей. Наверняка вас тоже в детстве занимали интересными потешками. В данном произведении вам повстречается слово, со смыслом которого вы наверняка не были знакомы. Это слово «горница». Это чистая половина крестьянской избы. Итак, ребята, послушайте, пожалуйста, внимательно данное произведение. Я прочитаю. Кисонька-мурысенька, что там делала? Муку молола. Кисонька-мурысенька, что из муки пекла? Прянички. Кисонька-мурысенька, с кем прянички ела? Одна. Не ешь одна. Не ешь одна. Где ты, брат Иван? В горнице. А что делаешь? Помогаю Петру. А Петр что делает? Да на печи лежит. Я думаю, что вы, ребята, заметили, что в первой и во второй потешке говорится о хозяйке и об ее кошечке, кисоньке-мурысеньке. А во второй потешке говорится о братье Иване и Петре. Ребята, обратите внимание на то, что потешки составлены в виде разговора. Диалога хозяйки и кошечки Ивана и его брата. Прочитайте по ролям с родителями понравившуюся потешку. Посмотрите, как это должно выглядеть. Красным цветом обозначены слова «хозяйки». Кисонька-мурысенька, где была? Зеленым цветом отвечает кошечка на мельнице. Красным цветом кисонька-мурысенька, что там делала? Отвечает кошечка, муку молола. Красным цветом кисонька-мурысенька, что из муки пекла? Прянички, отвечает кошечка. И так далее, ребята. Не только потешками народ развлекал детишек, встречались и небылицы. Рассмотрите иллюстрацию на странице 46 в учебнике. Что вы видите? Ребята, как вы думаете, такое возможно, чтобы деревня проезжала на колесах мимо людей? Или чтобы лошадь села в сане, а мужик повез? Ну, конечно же, такого быть не может. Вот это и есть небылица. То, чего не бывает в действительности. То есть вымысел. Сейчас я прочитаю небылицу, а вы послушайте внимательно. Ехала деревня мимо мужика. Вдруг из-под собаки лают ворота. Выскочила палка с бабкою в руке. И давай дубасить коня на мужике. Лошадь ела сало, а мужик овез. Лошадь села в сане, а мужик повез. А теперь, ребята, давайте переставим небылица слова так, чтобы все читалось правильно, по смыслу. Ехал мужик мимо деревни. Вдруг из-под ворот лает собаки. Выскочила бабка с палкой в руке. И давай дубасить мужика на коне. Лошадь съела овес, а мужик сала. Мужик сел в сане, а лошадь повезла. Подведем итоги нашего урока. Сегодня на уроке мы познакомились с жанрами устного народного творчества. Потешками и небылицами. Помните, ребята, что потешки народ придумывал для того, чтобы развлечь и потешить ребенка. А небылицы для потехи и получения. Ребята, оцените свою работу на уроке. Если вам понравился урок и вы все поняли, нарисуйте веселый смайлик. Если у вас были трудности в течение урока, нарисуйте равнодушный смайлик. Если вам было очень сложно, нарисуйте грустный смайлик. Я вам, ребята, рекомендую дома прочитать потешки и небылицы выразительно своим родителям. Помните, что чтение лучшее учение. Урок окончен. Спасибо за внимание. Добрый день, ребята. Сегодня на уроке окружающего мира мы с вами отправимся в увлекательное путешествие. Вместе с нами сегодня пойдут черепаха и муравьишка. А куда именно мы отправимся в путешествие, вы узнаете, когда отгадаете загадку, которую черепаха задала муравьишке. Дом со всех сторон открыт. Он резною крышей крыт. Заходи в зеленый дом. Чудеса увидишь в нем. Белки в нем живут и волки. В нем растут дубы и елки. Высочены до небес. Называют его... Правильно, ребята. Это лес. Владимир Даль написал в своем словаре. Лес – это пространство, покрытое большими растущими деревьями. Прежде чем мы окажемся в лесу, нужно попробовать услышать все звуки, которые нас окружают. А для этого нужно создать тишину. Предлагаю взять ее с собой в лес. Вы спросите, зачем она нужна? Вот именно это нам и придется узнать. Тема сегодняшнего нашего урока – почему в лесу мы будем соблюдать тишину. Представьте себе, что мы вошли в лес. Остановились, прислушались. Лес шелестит, поет, жужжит. Слушайте лес и радуйтесь его живым голосам. Многие люди стремятся отдохнуть именно в лесу. В лесу легче дышится. Там можно увидеть много интересного. В лесу люди собирают грибы и ягоды. А вы, ребята, ходили в лес? Думаю, что многие ответили бы «да». И я очень люблю лес. Но я очень надеюсь на то, что вы приходите в лес не так, как герой стихотворения Георгия Ладонщикова «Дикарь в лесу». Послушайте его, пожалуйста. Хозяйка Белочка в лесу орехи собирала. Она в лесу том, каждый куст и каждый сучок знала. Однажды в лес противный тип пришел с большой котомкой. Небрежно сбрил ногою гриб и выругался громко. Стал гнуть орешину, сломал, зажал под мышкой ветви. Нашел один орех, сорвал, сорвал второй и третий. Отбросил куст и, как медведь, пошел себе довольный. А бедной белке и смотреть на это было больно. Думаю, все уже поняли, что в лесу так вести себя нельзя. Лес – это большой дом для всех его обитателей. Когда мы приходим в чей-то дом, то должны вести себя правильно. Похоже, ребята забыли это правило. Они пришли в лес и стали громко шуметь, кричать, слушать музыку. Конечно же, они ведут себя неправильно. В лесу надо обязательно соблюдать тишину. Если мы будем вести себя тихо, то лесные жители не испугаются нас. И мы сможем многих из них увидеть. Ведь голоса животных – это разговоры. Шумными криками, играми, громкой музыкой мы, возможно, помешаем животным сообщить друг другу что-то важное. Шумом мы можем испугать животных. Напуганная птица побоится подлететь в гнезду, и птенцы останутся голодными. У вас тоже есть дом, и вы стараетесь соблюдать в нем порядок. Так и лес является для животных домом. Многие животные могут убежать из него, улететь из этого уголка леса, где вы их испугали шумом. Итак, ребята, для того, чтобы птицы не улетели и звери не разбежались, в лесу нужно соблюдать тишину. А для этого нужно определенные правила знать и соблюдать. Вы в поход пришли, ребята? Отдохнуть, конечно, надо. Поиграть и порезвиться, и наесться, и напиться. Но вокруг остались банки, целлофан, железки, склянки. Оставлять их здесь нельзя. Не поленимся, друзья. Мусор тут в лесу чужой. Заберем его с собой. У леса музыка своя. Ее послушайте, друзья. Вот птичьи трели раздались. Вот белка скачет сверху вниз. А вот кузнечик затрещал. По ветке дятел застучал. Как много звуков тут и там. В лесу не нужен шум и гамм. Нельзя шуметь, галдеть, кричать. И громко музыку включать. Есть цветочки редкие, белые и нежные. Вам кивнут приветливо ландыши-подснежники. Только рвать не надо их. С ними лес добрей, светлей. Ведь теперь цветов таких очень мало на земле. Для ежиков и белок лес это дом родной. Они живут там смело и летом, и зимой. Находят пропитание, своих детей растят. И уходить из леса нисколько не хотят. Поэтому не стоит их в город забирать. Поверь, они в неволе не будут есть и спать. Муравьи лесные санитары. Так прозвали люди их не даром. Чтобы лес красив был и здоров, без личинок вредных и жуков. Гонят разных караедов прочь. Только ты им, друг мой, не мешай. Муравейники не разоряй. Эти санитары так нужны для лесов твоей страны. В лесу летают мотыльки, ползут козявки и жуки. Природа-мать им жизнь дала. У них у всех свои дела. Ты их увидишь на пути, не обижай, а отойди. Без насекомых лес, друг мой, и одинокий, и пустой. Гнезд у птичек нельзя разорять. Увидали яйцо или услышали крики птенцов, не приближайтесь. Нельзя туда, и не тревожьте птичьи гнезда. Нельзя стекло в лесу бросать. Нельзя бутылки разбивать. Осколки острые, опасны. А если вдруг на них свалиться, в больнице можно очутиться. И обитателям лесным стекляшки тоже не нужны. Ну вот, ребята, наше путешествие подошло к концу. Я очень надеюсь, что вы запомнили все эти правила. Лес дремучий, до свидания. Мы дружить с тобою рады. Добрый лес, могучий лес, полный сказок и чудес. Будьте добры по отношению к природе. Пусть от вас идет тепло, забота и спокойствие. Надеюсь, вы запомнили все эти правила. И птички, и звери могут вас не опасаться. Ну а вы наверняка усвоили сегодняшний урок. В лесу шуметь нельзя. Субтитры подогнал «Симон»!